так друзья но смотрите сегодня мы в гостях или у нас в гостях кто у кого в гостях у нас в гостях на канале артём майдан замечательный предприниматель мы у него в гостях в офисе в дом новостом да я сниму потом ставлю кадра но тем не менее смотрите мы без масок да да потому что все равно умрем рано или поздно смазка или без нее маска нас не спасет сегодня мы будем без ольги но она передавала тебе большой привет осталась дома с детьми на карантине вот поэтому буду я и мы поговорим о твоих но у меня есть несколько тем серьезных потому что для меня ты хотя мы уже с тобой достаточно давно знакомы несколько раз встречались все равно как бы такой человек в коробочке вот я надеюсь что сегодня все-таки как-то искрытой коробочки да каким-то образом мы тебя чуть-чуть разковыряем а может нет уж там останешься давай попробуем значит смотри есть несколько тем первая тема это бизнес твой да да вторая тема у меня есть интересная ну как для меня непонятно и твои взаимоотношения с олесям тимофеевым мне кажется ну я об этом не знал ничего но когда мы с тобой встречались и разговаривали пару раз всплыло что я понимаю что у вас какая-то там какие-то личные есть ну меня даже не столько личные а сколько знаешь сколько я вижу что вы с жесткой конкуренции находитесь вы находитесь в одной нише и и просто хочу узнать откуда это ноги растут я так понимаю что вы все-таки когда-то вместе начинали с ним до нас был совместный бизнес что-то делали потом разошлись вот интересно но как это бывает это нормально это очень часто когда у меня тоже было так с партнерами когда мы начинали вместе потом разошлись и каждый продолжал тот же бизнес сделать и про твои бизнесы да мне интересно смотри у тебя есть и давай бизнесов нового у тебя есть несколько бизнесов первый бизнес самый крупный но насколько я вижу самый большой массовый это твой бизнес концентрат который вырос за несколько лет там из нескольких сотен человек до 8000 честно говоря когда в прошлом году я был на бизнес-концентрате зашел в этот забитый вообще забитый битком просто дворец спорта туда бы невозможно было впихнуть больше ни одного человека да там просто было забито просто вот как вот когда говорят такое штамп есть как селедки да в банке вот там было еще к еще сильнее забита вот прям под саму цену все это было и все сектора и дальние и ближние все было забито вот и для меня как для человека который организовывал тоже конференции но максимально 500 человек да у тебя там было 8000 это огромная разница и для меня и ну я ну это вызвало восхищение потому что я понимаю насколько это круто собрать столько людей вообще тем более что ну ты же не единственный в украине да как мы говорили вот олесь тимофеев тоже делает абсолютно ну похожую штуку причем они были в в течение одного месяца по моему да да там что там прям через пару недель да и и и ну я был сначала олеся было я был там тоже и людей было много но у тебя было еще мне кажется еще сильнее вы утрамбовали дворец спорта да да так и было бы помню и по даже по ощущениям да что круто очень но это говорит о том что ну что ты крутой чем это круто это вызывает на уважение это не сделаешь просто так на эти люди часто говорят ну конечно там он с баблом там дал много рекламы но я знаю что я тебя вещи не решают да не решают деньгами это ними не зальешь вот ну то есть это вот классный твой бизнес который я увидел реально видел да потом у тебя есть бизнес который я видел только его сайт это твой клуб призма до бизнес-клуб призма а кстати вот еще еще и чем хоть и хочу затронуть тему трансформатора с чего начиналась твоя призната давно не за да да ну мы просто мне интересно в нем я я говорю о то о чем мне интересно да поэтому но я как просто человек который мне интересно я надеюсь что это же интересно будет нашим зрителям вот клуб призма я посмотрел сайт значит ты там у вас написано что максимум может быть 100 человек нашем клубе с доходом с доходом а с оборотом от полумиллиона долларов в год и сейчас у вас там 50 человек на в этом клубе вот это такой у тебя бизнес и еще я вижу что есть образовательная компания призма но я сайта правда не нашел я нашел там канал в телеграме подписываешься очень если коротко так давай структура было понятно это все объективно началась именно с конференции бизнес-концентрат что у нас есть на сегодня на сегодняшний день в целом есть образовательная компания призма в которой есть бизнес-концентрат и плюс в прошлом году еще сделали несколько живых таких ивентов там мастер-класс чичваркина мы проводили там на 1300 людей это женская конференция бизнес-вуман-дэй мы делали это по живым ивентам второе мы делали делали несколько образовательных курсов именно онлайн по переговорам для бизнеса в целом то есть какие-то онлайн образовательные курсы они у нас выражены очень слабо потому что это не профильная наша деятельность но какие-то вещи в этом где в этом направлении мы делали ну и третье это сообщество призма клуб это предприниматели где-то вот так он примерно выглядит да и самый большой ярко конечно бизнес-концентрат потому что в принципе фокус на наш ивент от которой мы там более двух лет уже работаем поэтому ну очень крутой билет крутой бизнес конечно бизнес-концентрат он просто на виду дара там уже несколько клуб там 50 человек это не очень понятно но вообще как смотри это в принципе все это инфобизнес да называется таким словом ниша и инфобизнес он имеет такую особенность что есть какие-то продукты ну например которые там сильно на виду и сильно ну к на флаг вывешиваются как гамбургер до надуваться а есть картошка и кола на который там рубятся деньги рубятся условно зарабатываются вот и у тебя вот вот в этой вот во всей истории что у тебя на самом деле генерирует поток а на чем зарабатывается у меня у меня слабо разделяет у меня на все зарабатывается на всемир бана то есть мы как бы и ивент это это прибыльная история сейчас конечно в этом году там совершенно не те цифры которые мы ожидали понятно из кризисом этим всем но тем не менее мы на всех наших продуктах стараемся зарабатывать где-то меньше конечно для нас идет скажем так фокус заработки именно в клубе потому что клуб в принципе то он создавался изначально как бизнес идея совместным там с димой например мы делали но потом я просто нашел значительно больше ценности в этом продукте нежели там зарабатываем денег поэтому это сложный продукт это не не так монетизируется как бы хотелось бы но там есть свои прелести преимущества это интересные люди это опыт этих людей это совместная коммуникация я у тех людей тоже чему-то я учусь чему-то они у меня могут учиться ну в общем это такая это объективное такое сильное окружение которое и меня дравит и ребят которые внутри вот то есть больше даже как не бизнес такой для души проект когда развивает 100 процентов больше больше тогда это там но объективно там не небольшие деньги если не есть там погоду времени но это бы это такая платформа окружение которое сильно развивает у меня в том числе смотри а вот интересно что всегда как правило всегда когда с человеком вот встречаешься ну вот например тот же возьмем пример вот вашего хедлайнера василий хмельницкий да вот и человека например рассказывает как он там вот зарабатывает миллионы да как он там миллиарды и так далее а вот всегда учить ну если не всегда наверно очень редко когда понятно как произошел это скачок вот смотри ты был студентом учился в университете да я так понимаю что ты не из богатой семьи и совершенно обычно процента да и вдруг смотри вдруг какой-то момент появляется трансформатор хмельницкий черняк вокруг тебя в окружении люди такие которые благодаря которым наверное совместно с которыми да вы выходите на другие орбиты совершенно вот снизу как это произошло с чего где вот самый вот переходная точка да это был трансформатор или это был черняк или хмельницкий как ты с кем познакомился я бы я бы сказал чтобы прям был какой-то там щелчок типа или момент где прям все понеслось поперло на самом деле это просто ну вот так со стороны может казаться да ты ходил по бизнес-конференциям по тренингам все такое и потом тебе ты ты решил что о мне что-то не нравится дай-ка я свою конференцию вот так и было мне до нравится мне не нравились какие качества выступающих людей на сцене что мне они казались такие надутые раздутые ребята поэтому мы тогда решили сделать удачу дело в конференцию первую файновую называлась первая мужская конференция делать с партнером совместно вот это было там на уровне вот мы хотим сделать что-то свое где более интересные спикеры и мы сделали мы туда с не заработали мы туда попали на деньги я как сейчас помню и мы тогда как-то вот разошлись и я сижу сижу думаю отчет дальше делать нужно а кто был этот партнер саша звали вон там другой ну ну то есть это не алисти нет 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 вот и это объективно мне пришел сказал что у нас был совместный проект мы занимались продюсированием экспертов я из него вышел а моя даже не не продал как бы я оставил долю стал я вот как бы не хочу заниматься мне там не интересно развиваться вот в конференции мы попробовали тоже не сильно пошло а что будешь делать его честно не знаю я реально не знал я просто сидел думал а что нужно делать я думаю окей я сделал туда еще одну конференцию она будет не чисто мужская конференция просто бизнеса поскольку мне бизнес интересен но я делаю последний раз если мне снова не получится я этим заниматься вообще не буду и тогда мы сделали первый бизнес концентрат это был первый бизнес концентрат и и она круто получилось она реально почему почему ты считаешь как ты видишь чем успех в таких конференциях и огромную роль имеют конечно же спикеры и вот и я тот момент просто думаю я приглашу диму портнягина во второй раз у нас был на мужском на мужской конференции и вент не супер взлетел но я и набил в него как в основного спикера потому что я чувствовал что скоро он полетит и скорой пока он еще тогда не был таким дальше не было мы тогда вот принципе когда мы его анонсировали на конференцию мужскую люди такие что это кто это там продажники и спрашивают а кто это вообще такой трансформатор не гремел пока он делал там какой-то первые первые шаги на ютюбе на выпускал ролик классным меня цепляло я чувствовал что скоро он пойдет это такой чуйка что ли продюсера услуги задача спать принесет не а молодец да это 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 очень большое дело и вот первый раз мы поставили на конференции мужской не зашло плане там аудитории объема денег когда принял решение бизнес концентрат сделать и снова его пригласил то вот тогда хорошо пошло тогда уже просто получилось так что я выжил тот момент когда он будет более популярный выстрел от взаимоотношения и и все это ну хорошо пошло то есть я так понимаю что твой основной талант это выстраивать взаимоотношения с ключевыми спикерами с хедлайнерами стараюсь у меня в принципе на самом деле даже карантин тяжелый переносит потому что я люблю живое общение коммуникацию и я в принципе во всех проектах вот меня на основная ключевая компетенция то выстраивание коммуникации отношений с этими людьми ну смотри то есть первый крупный был это я так понимаю партня не доска с киски и причем ты с ним за ну скажем так начал работать еще не тогда когда он стал там супер недоступным а еще тогда когда ты почувствовал что у нас сейчас взлетит до 1 1 1 выпуски на кроме еще тогда можно было коммуницировать как бы за декор по адекватным условиям и так далее и после как от партнягина уже у тест подтягиваться стали другие да я бы я понял что мы сделали конференцию которую ну собрала там 1300 людей бизнес-концентрат нас там за три недели до начала ивента ни одного свободного места нет вообще ни одного сидел продаж просто сидел без работы думаю что места все были все проданы круто и я понял что будем делать дальше больше просто приглашать еще более там таких может быть не супер медийных лиц да но интересные бизнесменов которые ну как раз таки на то то время там 18 год люди поняли что можно и нужно выходить публичность это все таки аудитория нужно опытом делиться тогда начали выходить черняка хмельницкий да они тогда на который бизнес-концентрат если ошибаюсь натурой я пригласил василия хмельницкого и черняк тогда выступал у нас на конференции и и владелец на почту вячеслав климов и артур мхитарян то есть вот я поставил к ним приходил уже к не просто с идеи я спаял уже сделал к бы ивент но я смешный меня было 1300 мы сейчас делаем в экспоплазе будет 3500 людей это уже аудитория и на это уже люди приходили таким образом титы но как бы тебе удалось их привлечь надо надо аудитория на именно под аудиторию ну вообще конференциях ты правильно сказал что огромную роль наверное даже не то что огромную ключевую роль играют спикеры потому что без таких ключевых спикеров наверное не сделаешь конференцию а вот когда ты делаешь бизнес-концентратного возьмем прошлый год дворец спорта на что основной бюджет уходит смотри есть три огромные да я вижу несколько статей первое это сама площадка ну да да там люди там вот этот организация второе это спикеры да и третье это реклама реклама ну то есть равно нужно мощный вот в принципе ты назвал на самом деле на 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 площадку на маркетинг приходит примерно одинаково потому что площадка что такое-то аренда самого помещения дальше начинаем и упаковывать делать делать звук делать свет делать рассадку делать какие-то полиграфию делать в общем упаковывать зал чтобы он был там приспособлен к проведению мероприя сколько стоит упакованный ударит спорта под твою мероприятие мы что где-то порядка там плюс в зависимости кто будет делать мне ноты ты делал это вот у тебя божьет около 100 тысяч долларов 100 тысяч долларов только-только сам дворец спорта обошелся на на один день ну да один день это фактически да перед этим наверно день был его упаковывали потом следующие два дня два дня мы делали монтаж помню всего зала один день демонтаж демонтаж то есть по сути четыре дня это получилось за чтобы провести день в один день ивента вот спикеры тоже гонорары маркетинг тоже там где-то там такие же пределы ну вот ну да спикеру такую большую антипо это на самом деле там чтобы цифры там не не сильно любит он один рассказывает но бичуна это там сотни тысяч долларов чтобы сделать такой ивент соль не вот поэтому там все люди думаешь так раз послал спикера и на него пришли нет это это сотни тысяч долларов это там команда очень легко пролететь можно стоить не тысяч долларов потратить и нифига не продать да да это там команда там по-моему 30 человек получается который там полгода занимала сбором ивента это в день ивента там это 300 человек на самой площадке который обеспечит проведение ивента ну в общем такая а самая ну смотри самое ключевое наверное в успехе такого ивента это спикеры правильно да самое ключевое что еще какие какие еще признаки ну или успешного ивента такого большого назовешь не то что признаки обязательные условия дашь новую ивент состоялся конечно же нужно нужно сильно заморочиться с качеством самой площадки чтобы был хороший звук чтобы был нормальное освещение чтобы всем было слышно чтобы вы как можно было меньше фокапа с этими там презентациями выступлением спикеров они тоже бывают что было нормальной видимой ждать что дворе спорта большой и там мы нам по крайней мере сделали так чтобы что даже самый последний человек в том конце верху он реально все хорошо потому что мы купили дорогущий просто экран поставили и идите видно просто хороший обзор тоже имеет значение чтобы была хорошая система пропуска на входе чтобы не было чередей на входе это тоже безусловно важным этом даже замеряли сколько времени нужно для прохождения ну как бы регистрации нашей что была хорошая адекватная охрана которая обеспечит безопасность всего этого и при этом она не напрягала людей она была максимально вежливая компетентная это какая-то одна компания организацию тебя занималась нанятой ли ты нанимал много занималась компания призма наша лучше это именно мы делают и по факту каждое направление к это отдельная служба там условно волонтеры это там 150 волонтеров и занимается отдельно там условно подразделение охрана это отдельная компания которая занимается но все это мы как бы да вот соединяя организация сама у вас да надо технический подрядчик это ребята занимается допустим звуками и светом например на вот и к еда допустим кейтринг отдельная компания кофе это отдельная компания полиграфия отдельная компания так с ивентами мы разобрались немножко то есть получился все-таки переход вот этот вот основной переход все-таки благодаря твоему чутью на диме портнягине так как касается дима портнягина здесь нужно каждый раз чувствовать кого приводить зал потому что мы понимаем что ну я по крайней мере понимать что не может один спикер всегда быть интересен сегодня конечно дима портнягин за трой популярный там не знаю другой человек допустим да и и нам как организаторам нужно ловить этот момент понимать и лучше всего чувствуя за несколько шагов где он будет через там полгода а кого-то еще вот ты считаешь сам кого ты открыл украинскому зрителю у нас у нас на втором бизнес-концентрате выступал там евгений черняк объективно до того времени его скажи так публичном большом пространстве его как бы и и не было здесь он выступил у нас и потом у него пошло огромное количество выступлений он начал а как так получилось что сейчас чернякова затусил с тимофеевым не знаю такие личные но ясно я вот тоже ну по ощущениям я видел как бы он у тебя начал развиваться с тобой ты его то стал раскручивать и потом какой-то момент смотрю они с олесь им с олесь им быть уж тут бы я бы сказал что летом начал кого-то расскушай просто 0 не он сам пошел публично пространство еще пространство просто получилось так что мы пригласили и он именно у нас там выстрел на большой аудиторию и дальше большая аудитория к кому-то он зашел до кому-то нет к ну кому зашел люди начали больше ходить на его выступление он начал выступать нормальная история просто ну там у какие-то свои взаимоотношения деловые мне они там не подходят например там нет смысла смотри мы с тобой соседи же оба живем на печерских липках и василий хмельницкий он как бы человек который застройщик на вечерских липок и ты с ним часто я увидел зашел сегодня тоже на твой канал увидел что ты его особо не ведешь но недавно у тебя состоялся прямой эфир буквально на днях с василий хмельницкий у тебя с этим человеком какие-то личные отношения родственные или просто вывод так пересе именно он как спикер твоей конференции он на самом деле некие там родственных точно нет он просто я пригласил выступить его на мероприятие натурой бизнес-концентрат и у нас такие личные хорошие взаимоотношения с кем может быть не прям дружественные условно да но хорошие такие приятельские взаимоотношения я после выступления его ездил с его командой в китай в бизнес-тур на неделю потом мы ездили вместе там европу на неделю то есть мне интересно этот человек я объективно считаю что он для меня такой старший наставник условно я многие вещами ему в том числе по бизнесу учусь поэтому у нас такие хорошие приятельские взаимоотношения скажем так потому что мы так посмотрели ну как скажем так у нас создалось впечатление мы соли как-то об этом говорили и оля говорит мне кажется что артем с хмельницким какие-то родственники не на красный связи нас нету просто хорошее взаимоотношение меня много бы я не супер там разделяю что там это человек там фона один из самых богатых или там я с ним общаюсь не просто вот мне приятен этот человек мне нравится как он ведет бизнес мне нравится в этом философия жизни и многим вещам стараюсь учиться ну и самое главное что он он честный то есть я я знаю многие спикера которые публичности ведут себя вот один образ создает в жизни другие а это человек настоящий он и публично как есть ему состоялся он состоявшийся человек ему нету смысла рисоваться что там все строить но его его как говорится дела все видят на лице хорошо ну давай тогда с конференции со спикерами разобрались все-таки с тимофеевым что у вас такое ничего совершенно нет у нас а вы вы делали кино совместные про и проекты у нас у вас была студия по разработке сайтов но время потом на компанию то закрыли и принципе но мы не все это вместе да но просто вышли вошли в такую в конкуренцию поскольку он проводит свои вам большой там несколько минут я смотрю вы в одной нише и очень жестко у вас очень похожие мероприятия у вас похожие спикеры вас все очень сильно похожи вот вот и вы прям такое ощущение что такое что ты такой как будто даже личное что-то как это не просто вопрос вопрос там просто амбиции у они делали и делаю там пять шесть лет уже в свое больше мероприятия а мы начали делать бизнесовую конференцию только там сколько там два с половиной года назад 20 года назад и то есть и конечно прямая конкуренция ну и что типа это же запрещает делать нам конференции это абсолютно но когда я захожу что-то типа я хочу сделать это лучшее номер один конечно такому там уже травится не нравится поэтому мы всегда делаем так что нас тут мы как бы ну все сильно обгоняем поэтому не новые молодцы вы вообще очень сильно вот видно что все сильно похожи все тем не менее меня что-то поражает что вы проводя эти конференции с разницей по времени две-три недели оба собираете полный дворец спорта потому что рынок рынок так такой на в прошлом году переживал просто пик и это это было факт в этом году мы наблюдаем что интерес к этому падает плюс появляется все больше даже 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 еще не не несмотря на к нам куда-то коронавирус уже до этого этого потому что потому что когда мы допустим заходили в эту нишу мы на сцену выводили многие бизнесменов которые были вообще не публично ли мало публичные это было вау ничего себе классно там да а сейчас эти многие спикеры выступают чуть ли не каждую неделю и я уже надоели да и венчик ну куки выступают выступают через ничем туда идти через неделю будет там где-то еще выступать поэтому основная причина вот скажи мне пожалуйста ну как ты считаешь для чего человек идет на такую конференцию потому что not я например наблюдают но сам как как потребитель и как человек который тоже организатор и я посещаю эти конференции но по сути там ничего нового ты узнать невозможно на конференции почему потому что во первых очень мало времени до для того чтобы счету нового узнать надо к человеку идти на тренинг они на выступление на выступление он успевает только немножко замотивировать чуть обозначить тема и так далее вот но тем не менее люди очень любят когда много спикеров на конференции люди туда ходят спикеры все время говорят одно и то же ну как правило данном они выступают зачастую даже спикеры больше выступают с целью там популяризации своего бизнеса зачастую я это наблюдаю но тем не менее люди все равно покупают билеты ходят зачем я объясню на самом деле есть несколько категорий во-первых не так много людей которые я допустим вот ты ночи часто посещаясь в ниши образовательные да точно видишь многие вещи очень много людей которые в жизни никогда не ездили на какой-то тренинг и или и конференции очень много то есть у нас там процентов 60 людей приезжать регионом которые в принципе первый раз и первого ли это первое второе у каждого есть своя задача здесь мы вот прям делали средств и понимаем что кто-то едет послушать живую звезду чечеварка приезжает выступать киев для него эта звезда я живу и хочу послушать его это раз второе кто-то едет просто замотивироваться вдохновение вот меня я вот ну как-то вот присел эмоционально я хочу какого-то драйва пожалуйста кто-то реально едет и для того чтобы найти полезные контакты с кем-то познакомиться это тоже факт кто-то приходит просто потусить вот у меня традиция каждый год приезжая на бизнес-концентрат условно с группой своих там знакомых людей и мы там на этом один день ивент один день мы может поставки и встрице потусить это как тусок а предпринимателей грубо говоря это такая тоже судитория то есть совершенно разные разные запросы у каждого человека поэтому и много людей конечно для себя что новое узнают в том числе много людей просто переслушивая какую-то одну и ту же информацию но они раз по-другому воспринимают уже ее то есть это такой способ такого сама саморазвития что ли в кита фундаментальных вещей ты не узнаешь точно но где-то что-то между срок услышать или от кого-то просто на перерыве услышать это это факт я с тобой согласен я когда пару лет назад пришел на бизнес-конференцию не на твою я и когда вышел организаторы к этой конференции и он начал его как бы хедлайнерское выступление и он начал рассказывать о том что как круто когда ты человеку который приходите на сайт что-то даешь бесплатно что-то ему дать да а я а я к тому времени уже это 10 лет делал я считал что ну это уже как бы вообще это это но это просто не то что это все делают это уже без этого и он от как и подавал как это великое открытие как тренд который вот только-только и для меня тогда что-то перещелкнуло в голове я понял что просто блин и он вот это рассказывая собирает вот эти тысячи людей блин а я который там ну типа типа уже это с 10 лет назад уже съел и с тех пор там ну совершенно на других уровнях я понял что но для меня кто очень сильно это всегда включает когда сможешь когда люди просто элементарные вещи которые ты просто как-то берешь и по-новому да 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 и по сути все что в инфобизнес есть я очень замечаю она по кругу крутится одно и то же но каждый раз как-то вопрос не в том что есть какая-то супер информация и нет на самом деле ее нет супер информации ребят нету вот ничего вы не узнаете нового но когда я что-то слушаю я говорю бля я же это знаю но я это знал но не делал или делал но не так и и вот вот у меня то что ты правильно говоришь какой-то момент где-то тебе что-то кто-то сказал у тебя выстреливает и на каждой конференции обязательно такие вещи две-три штуки у меня выстреливают обязательно какие-то инсайты происходят да вот это очень классная атмосфера которая включает конечно да очень сильно так о чем с тобой еще забыли поговорить не знаю что ты хотел бы рассказать смотри у нас канал да о бизнесе людей людей очень много которые интересуются бизнесом больше больше всего женщин на канале потому что все-таки это классно они приходят на олю да но женщины которые либо занимаются бизнесом либо хотят свой бизнес как-то развиваться все равно у нас канал не но у нас канал для людей которым интересно развиваться потому что мы кому не интересно просто неинтересно его смотреть да соответственно может быть ты что-то скажешь для зрителей канала да для для олиных фанатов которые каждый день приходят и каждое новое видео смотрят комментируют лайкают жаль что ее просто сейчас нет с тобой здесь но я думаю что это не последняя встреча вот еще вы вместе сниметесь что-то может просто хочешь пожелать народа вот тут прям только вот такая учитывая особенно текущей реалии точно могу сказать что бизнес это вот нужно быть готовым что на вот бизнес это это такая череда препятствий и проблемы сложности какие-то конфликтные ситуации это норма для бизнеса это на самое первое самое главное потому что вот таких волшебных щелчков вот как мы говорили в начале типа вот раз и понеслось не было не бывает такое визуально может казаться что угодно но безусловно для создания кого-то хорошего проекта успешного бизнеса должны какие-то быть такие качели они всегда просто есть это и к этому быть просто эмоционально морально готовим это просто будние предпринимателя это это раз строе и другими словами перевожу артём говорит о том что если вы хотите прийти в бизнес для того чтобы просто ничего не делать чтобы просто бизнес вот запустил и он автомате работает а ты там на мальдивах такого не бывает было да такого не бывает я тоже считаю что не бывает я вот не буду говорить сколько лет в не бывает я этого нет не бывает ну и там второе то что я себя ставлю к качество прокачивает и постоянно быть настойчивым то есть под лежачий камень и вода там не течет течет а поэтому всегда быть настойчивым просто объективно нужно бить там вот есть какая-то цель есть какая-то задача нужно решать ее нужно ходить способ ножки вариант то есть нерешаемые задачи нет я считаю чем нету проблем есть задачи это очень крутая фраза данная я эту фразу услышал от васильев минска кстати вот нас проблем компании нет у нас есть задачи поэтому это хорошая формулировка и вот ее нужно есть нужно применять вообще сегодняшняя ситуация которая для многих кажется проблемой или для кого-то кажется задачей это подарок судьбы знаете что вот в такие моменты происходит очень сильное перераспределение имущество денег то есть если вот когда все стабильно очень тяжело например что-то там рынке до захватывать и так далее потому что все укоренилось а это я уже там приводил такой пример когда знаешь все все на пляже лежат на таком египетском плать тут плотенца лежит тут чей-то лежак тут чьи-то вещи да и все занято весь пляж это такая волна херачит огромная вот и люди вскакивают хватают свои вещи убегают а кто-то в этот момент он с доской до серфинга стоит и ждет он этой волны ждет потому что он же для него это кайф для него это шанс прокатиться и он на нее вскакивает и катится как можно дольше вот вопрос в том кто вы да вы тот человек который хватает вещи убегает но если вы хватаете вещи убегаете кто-то займет ваше место вот у нас мы только смоет и сразу же свет придут люди которые займут эти рынки займут эти деньги это имущество и так далее к этому дополнению то есть к таким моментам нужно быть готовым я считаю что вот ужасно основная вещь которую над которой нужно работать человеку неважно там занимаешься бизнесами занимаешься это прокачивать себя значит учиться это значит учиться какие-то новые навыки что реальный мир там динамично меняется новые навыки не знаю там языки в общем постоянно усовершенствоваться это как профессиональная в том числе и личности до нужно работать над собой это она самая там ключевая штука я когда это впервые прям так прочувствовал осознал когда я поехал в китай в недельный бизнес-тур где все полностью на английском языке английский вообще не знаю вообще не знаю просто и я понял что я ребята спокойно общается с китайцем приехали в компании либо бани общается с самой топовой компании мира по факту от не может ничего спросить потому что английский вообще не знаешь поэтому вот с тех пор начал хорошо там прокачивать навыки это потому что элементарная вещь нужно вот заниматься своим образованием это такая фундаментальная вещь но я считаю что это для предпринимателя вообще ключевое я иногда замечаю тоже за собой проходит какое-то время ну из обучения выпадаешь думаешь нафиг мне учиться я уже все знаю я уже прошел кучу тренингов я был конференции каждый кто говорит ну я уже знаю что он скажет блин такая вещество смешная как только я покупаю тренинг и начинаю проходить у меня тут же прет прет просто вот вот так вот я понимаю что ребят учитесь покупать и ищите людей которые вас вдохновляют покупайте их тренинги и учитесь потому что это ну это не то что без этого просто невозможно невозможно расти точно вкладывать свое образование не сто процентов что ваш образование ты повышаешь суетом капитализацию какие-то вещи быстрее делаешь находишь возможности по-другому мыслишь там и какие-то идеи возникают и приходите на бизнес-концентрат до 12 сентября сентября нас тоже скажи еще пару слов зачем вот на минута реклама вот наверно каждый найдет то чего хотел это точно то место то место для людей которым не безразлична и жизнь и каждый там идет что свое знание полезное знакомство хорошую идею просто мысль эмоционально зарядиться вот сто процентов но это место для тех кому не пофиг на свою жизнь знаете вот если вы вынесете даже с концентрата когда придете и вынесите один одну идея которая вас выстрелит она сто процентов выстрелит если вы день до прослушайте которая одну в сотни раз может просто купить там вот ну и дать совершенно новый импульс вашему бизнесу но я это четко знаю потому что я сам много раз это это проходил для себя поэтому и хожу на бизнес-концентрат к тебе все время спасибо огромное спасибо и тебе большое и и вам друзья огромное спасибо и всем хороших успешных проект и кстати давай я тебя значит попрошу если можно ребята вопросы кто будет если писать неделю там две понаблюдаешь за комментариями вообще легко можете задать любые вопросы да напишите комментариях если вас карте мы есть вопросы и он посмотрит и лайкнет их и дам ответ ответ не гарантирую но лайкнет все пока пока пока